Здравствуй, друзья! Вы снова на канале NG Gaming TV, и мы продолжаем с вами прохождение игры, что осталось от Эдит Финч. Это русский перевод данной игры. На английском же вы можете прочитать в описании. В прошлой серии мы с вами узнали историю девочки Молли, и я немножечко пересмотрел сам серию. Во-первых, увидел некоторые двери, которые пропустил, и так понял, что это мы смотрим этапы жизни вообще в целом нашей... Трудно объяснить, но у меня возникло такое чувство, будто Молли все еще здесь. Так, сейчас сейчас мышь и повыше. Нет, пониже. Вот так вот, нормально. Вот, и получается, это разные периоды жизни дома и семьи. То бишь, например, это может быть наша вообще прабабушка. Ну, я так понимаю. Сири, да, здесь сидела кошка. Как раз Молли представляла, что она превращалась в кошку. Ну, правда, она в прошлой серии в кошку только не превращалась. Подозрение это станет очевидным, но моя мама никогда не рассказывала мне ни единой про эти... Эдди рассказала бы, но мама не хотела возвращать деталь. Впрочем, когда мы приютили братью кошечку по имени, я решила назвать ее Молли. Ну, неспроста. А что мы по крыше? А, ну да, там же двери закрыты. Ух ты, нифига себе, там с вами какой дом. А, дом, комната, в смысле. Здесь есть до спутниковая антенна. Ладно, заходим. Не понял. Уп, блин, и так стола не хватит, я думаю, чтобы открыть окно. Я проводила много времени в комнате прабабушки Эдди. А, это комната прабабушки, да? Нахрена, сегодня тут клеток... Мы хорошо ладили, и здесь было удобно прятаться от мамы. Да, походу, судя по всему, мама была суровой женщиной. Рассказывая друг другу о том, что Свена убил дракона, Эдди имела в виду, что на него рухнула конструкция в форме дракона, которую он возводил. Правда, она... Ну, конструкцию дракона мы, кстати, с вами видели, когда сюда шли, на озере валялось. То бишь, соответственно, она еще кого-то за собой завлекла, да? Наверное, имеется в виду нашего... Ну, то бишь, нашей героини дедушку. Видите, походу, он еще был мастером на все руки. Ну, он-то, походу, и делал этот дом. Или, точнее, один из тех, кто делал. Да, вот, собственно, плакат. Там дракон. Блин, в этой игре прям реально очень интересно просто тупо ходить и смотреть за всем, наблюдать, читать. Познавать историю. Ну, собственно, эта игра, она такой и является. Однажды летом все жители острова эвакуировали, но Эдди отказалась уезжать. На пару недель она стала настоящей знаменитостью. Как будто кто-то где-то топает. Немножко это напрягает, честно. Знаменитостью. В общем, получается, она вообще-то одна жила, да? Эти кассеты. Это странно, но я очень долго не... Сознавала, что меня назвали в ее честь. Эдди дала больше интервью о человеке, короче, живом под домом Финча, и мама была в ярости. То, что бабушка дала интервью. Ну-ка. Смотри, главное в клетках, да? Не... Ну, как бы не птицы, а фотографии. Или это, возможно, птицы, которые были в этих клетках когда-то и после смерти вот она... Вот слышите, да? Или это наша героиня просто как поворачивается, топает? Хотя нет, вроде шаг. А шаг отдаленный был. Где-то как будто в другой комнате. Аж мурашки по коже. Печатки. Барбара, Молли, Калвин, Сэм. Года, да? Видите, года, получается, указаны. Малтер. Баллон с кислородом. С кислородной маской. Бумажные подделки. Если комната была как музей, ее комната была как музей. Это что? Уже полвека семейная семья Туфинча славилась на свою Норвегию своим богатством и несчастьями. Да блин. Один Финч хоронит последнюю жертву семейного праздника. Проклятие от Сюр, свою жену Инги Боргу, новорожденного сына Йохана. Семьер 7, 1937, он и его родня прямо вместе с домом опускаются в дальнее плавание. Надежда оставить проклятие позади. Ух ты. Смотри, так это получается, да, наш дом, они реально его погрузили на баржу и поплыли куда-то. Однако у берегов Вашингтона 12-метровая волна прибоя отправляют дом и самого Одина на морское дно. Нет, походу не наш дом. Эти, дочь Одина, ее муж Слен и мальчика Молли... А, малышка Молли выбирается на берег своего нового дома, острова Косаток. Какое название? Один Финч становится первым, кто хоронит на новом семейном кладбище. Семейное кладбище. Тем временем его дочь Эдди уже мечтала о новом доме Финчей. Уже полвека семи... Так, все, это уже повтор. Получается, да, они хотели куда-то переехать, походу не на этот остров, но случился шторм, и их прибило сюда, и уже получается, вот, реально, то бишь, муж нашей бабушки, то бишь, соответственно, наш дедушка, ну будем называть так, да, он начал строить этот дом. Да, ой, как отсюда выйти? Рукастый дедушка. А как мне отсюда теперь выбраться-то? А если я вверх буду листать? Ну все, я уже это все знаю. Блин. Все, отдалил я на стрелочке, вы представляете? Я не знаю, что это за бред. Что бы ни творилось в этой семье, началось это уже очень давно. Ага, то бишь, до этого острова, да? Все, и мы таким образом узнали историю нашего, ну, так понимаю, прадедушки. Да. 1880 год. До 1937. Ясно. Так, получается, с этой комнатой мы все, что могли, мы из нее все выяснили, да? Угу. Блин, ну такая... На мой взгляд, все-таки слишком много всего в комнате. Я не люблю, я как бы... Чтобы было свободное пространство. А тут, конечно, много вещей, очень много. Хотя, в своем, может быть, стиле это и создает какой-то некий уют. Ух ты, нифига себе не сделано, да? Прикольно как. Как будто птицы из картины вылетают. Блин, это прикольно. Ладно. Здесь мы выйти не можем. Кстати, картина не посмотрели. Картина, кстати, нарисована на куски дерева. Луис умер за неделю до нашего отъезда, но Эдди уже пыталась увеличить, укавечить его портрет, ну или что-то того. Каждый год Эдди вязала мне пару варежек. Как раз, когда... Ага. Ясно. В общем, да. Ну, походу, вот эта цвитерная тоже, которую мы носим, тоже она связала, да? Что-то можем выйти? Ей была уже за 90, но порой казалось, что она гораздо моложе моей матери. Хорошо сохранилась. Ух ты, ничего себе. Туалет, блин. Какое все розовое. Блин. О, лягушка. Это, наверное, должно было быть зеркало, да? Ванная. Блин. Первая жена дедушки Сэма оставила в доме один единственный след. Розовую ванную. Впрочем, это был очень заметный след. Да, да. А, то бишь, получается, это не просто бабушки, да, такой туалет она решила сделать. Это все-таки жена дедушки там какого-то, какая-то первая. О, ключ подойдет. Замечательно, кстати, у нас ключ, один ключ от всех замков в доме. Ну, в смысле, книжных. Так, такие китайские замки, знаете, которые при усиле можно... В этой ванной есть секрет. Ух ты. Он стоит той интриги. Так. Ну-ка вниз давай. Не надо лезть за ним куда-то там. Он спрятан в этой книге. О. Охренеть. Тут, блин, столько тайн, столько секрет, столько проходов. Нифига тут. Блин, вот у них пространство, да, между стенами, ты представляешь вообще, да? Блин, капец. У меня в коридор, в коридоре так выше, как по ширине, ну, чуть побольше. Как вот это вот пространство. Даже не знаю, как он называется. Сэм подарил Сэму старый фотоаппарат. Сэм подремонтировал и почти не выпускал из рук. Ну, так нихрена себе. Фотоаппарат это круто. Получается, это была проявочная, да, я так понимаю? Здесь мы больше ничего, ни с чем не можем, да, взаимодействовать? Ясно, пошли дальше. Какие-то газеты. Здесь получается все. Ну-ка, сохранение. Здорово. И мы с вами попали в другую комнату. Чья комната? Кстати, кроват огорожена. Форт Калвин. Я знала, что у дедушки Сэма был брат-близнец. А вот мы не знали. И что он никогда не говорил о нем. Не говорили даже о том, что сам дедушка никогда... Текст куда полетел? Я не успел прочитать. Вернись! Ладно. А, так тут, смотри, две кровати. То бишь, получается, одна нашего дедушка, видать, вторая его брата. То бишь, это получается... Наш дедушка, видать. Блин, классно, смотри, сделано. Так, чик. И на кровать так. Мы, к сожалению, не можем. Ну, наверное, мы, если прыгнем, кровать развалится. У тебя прикольный трамплин. Я думаю, если с такого трамплина постоянно прыгать, даже ребенку, то ни одна кровать не выдержит. У тебя, в принципе, кровать вроде Форт Сэм. Я так понимаю, наверное, не Форт, а все-таки они Финчер же, правильно? Ну, тут написано Форт. Если, может, я как-то неправильно читаю. Ладно. Не суть. О! Книжка. Так, что там? Подожди. Ну-ка, протяни руку. Дай, блин, как тебе. И еще один секрет. Ну-ка. Ух ты. На себя? Нет, наверх. О! Смотри, там какая-то голова. Подожди. Сейчас мы туда сходим. Я еще хочу посмотреть. Здесь есть дверь наверх. Но она, скорее всего, закрыта тоже. Но я все-таки проверить хочу. На чердак или... А, нет, слушай, здесь, здесь поинтересно. Я думаю, дедушка, такие истории нравились еще меньше, чем моей маме. Какие такие. Блин, прикольно с вами. Такой... Такая... Домик такой на дереве и в комнате только, да? Здорово. Ну-ка. Записка. Каким я хочу помнить своего брата, Сэр Финч. Просто я помню. Приняв решение, он никогда не отступает. А, то бишь, мы вспоминаем наши... Воспоминание в наши дедушки попали, да? Давай, раскачиваемся. Раз! Весь в гипсе, весь исцарапанный, да? Весь ссадины. Отдажды он сказал, что скорей умрет, чем еще раз попробуют грибы. Так и было. На похоронах Барбары мы поклялись, что никогда больше не будем бояться. И он не боялся. Думаю, Келвин всегда мечтал взлететь. Мы, по-моему, сейчас улетим куда-нибудь. Мам! Келвин! Сэм, Келвин! Обедать! В тот день, он наконец-то решился. Я говорил ему, что не выйдет сделать полный оборот. А, нам надо сделать солнышко? Не скажи, я это... Я этого не знаю. Я не знаю. Может быть, это тот, который я взялся. И не будь того сильного ветра. И, может быть, он все еще был бы с нами. Но я не знаю. Я думаю, что он уже принял его решение. По-моему, сейчас что-то будет плохое. Именно такому я хочу помнить своего брата. Блин, я аж здесь. Я сижу, у меня захватывает дыхание. Ахренеть, а сейчас ветка сломается. В тот день, когда он решил взлететь и полетел. Блин. У меня... У меня аж... Блин. У меня слов нету. У меня просто захватило дыхание. История Келвин оказалась до странности знакомой. Когда я была младше, сама чуть не... Ну, вообще, получается, она чуть сама то же самое не сделала, так понимаю, да? И мы узнали историю, так понимаю, брата нашего дедушки. Блин, ребята, это потрясающе. Это просто офигенная игра. Так, кстати, тут еще и педали есть. Это как будто... Ну да, имитация космического корабля. Со свечами. Свечи немножко не вписываются в данную атмосферу, но... Корабля. Но в целом очень крутая комната. После похорон Эдди оградила веревкой ту половину комнаты, даже где жил Келвин. Ну, понятно. Да, собственно, вот эту веревку мы убрали. Мама рассказывала, что дедушка Сэм пошел в армию, как только ему исполнилось 18, и никогда больше не выходил в эту комнату. Никогда больше не заходил в эту комнату. Ладно. Здесь мы... Все-таки хорошо, что я туда сходил. Так бы мы с вами не узнали таймер в комнате. Проходы казались чертовски узкими. Они явно были рассчитаны на кого-то с животом поменьше. Да, кстати, я обратил внимание, что у тебя есть небольшой пузико. Мы можем выйти здесь, а можем пойти дальше. Давайте сначала сходим дальше. Я сразу кое-что обратил слева. В детстве я всегда представляла себе Барбару звездой. Звездной девочкой. Да, мне не показалось. Лифтик. Гитара. Так, это комната Барбары. Замечательно. Ну и что, друзья, давайте я с вами в комнату Барбары и в дальнейшую будем изучать дом уже в следующих сериях. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, если вам нравится это прохождение так же, как и мне. Игра очень классная, очень атмосферная. Если все-таки вы не хотите смотреть, вы можете сами в него поиграть. Реально очень-очень интересно. И очень, конечно, захватывается эта процессия. Вроде игра строится на очень простом геймплее. Да, ходишь, читаешь, смотришь. Но, не знаю, игра реально очень классная. Рекомендую. Чисто для расслабиться. Все. Всем пока, друзья. Продолжение следует.